я вас приветствую друзья с утра пришла информация от ксении собчак она категорически опровергает гибель 2 пассажирки пострадавший в дтп с участием автомобиля который ее вез в аэропорт оксана садовник взрыва и слава богу и сообщение о том что она вторая погибшая ложь говорит стене сообщать я готов принести конечно свои извинения за сообщение о гибели но тут это правильно это было во всех сми естественно я не мог точную информацию получить где-то в больнице с одной стороны это радует что она не погибла но тут правда не совсем все так хорошо хоть муж и в бешенстве от сообщения о ее смерти и просит перестать журналистов творить такое с его семьей со слов ксении собчак все-таки там состояние извините пока еще непонятное по состоянии у нее травма головы я так понимаю очень серьезная травма головы травма легких и удалили селезенку и на фоне всего этого травма бедра выглядит даже какой-то на эти не слишком страшный хотя бедро и это тоже там опасное место удалили селезенку травма головы и травм легких ну давайте все-таки надеяться что все будет хорошо что она выкарабкается но как бы еще не факт что у нее все будет нормально со здоровьем и в дальнейшем и это еще пока не является каким-то оправданием на мой взгляд а чувствуется что ксения собчак хочет как-то уже перехватить инициативу после вот этого скандала ты и отъездом а я повторяю люди возмутились не тем что автомобиль в котором ехала стене сообщат вот совершил такое дтп неважно там водитель виноват согласен неважно внутри была ксения собчак или кто-либо другой не в этом суть суть в том что она пересела в другой автомобиль и уехала не оставшись не выяснив все что творится там с людьми пострадавшими в этой аварии не проявила милосердие проявила равнодушие и безразличие вот в чем проблема да была не обязана да это было необязательным действием остаться и выяснять но это человечно вот о чем идет речь тут конечно все на ее совести тут как бы каждый вправе решать сам действительно как поступить такой ситуации но собчак выбрала такой вариант срочно улетела и всего видимо у нее не все плохо раз она передвигается между собчак общается сейчас ее команда активно исправляет вот эту ошибку с отъездом делают все чтобы реабилитировать сообщак в глазах общественности но все-таки видимо переживает она публичная личность уже ответила на обвинение некой подруги погибшей екатерины там все-таки одна женщина погибла в любом случае и вышла на связь подруга этой девушки и сказала что вообще игнорирует все ее просьбы она на это тоже вот среагировал ксения и горит якобы мы игнорируем ее просьбы мы не игнорируем мы ищем родные екатерины ее дочери и мы их найдем подруга почему-то их не дала поэтому мы делаем это самостоятельно а с отцом роберта водителя автомобиля мы связались в больнице завтра будет какая-то конкретика ну то есть они сейчас активно пытаются найти родственников екатерины и там по всей видимости осталась одна дочь теперь к сожалению без мамы все это похвально все это правильно все это так и должно быть я согласен но первое действие было очень неправильным и получится ли его теперь как-то перечеркнуть вот всеми остальными действиями сказать сложно хотя собчак утверждает что мы поможем всем потому что у нас команда есть такая возможность помочь людям в горе невольным участникам которого мы стали потому что мы так уж случилось остались живы я и говорил невольные участники но вот это вот немножечко что мы вот тут остались живы так уж получилось мол а если бы мы не остались живы кто бы нам чего сказал вот есть ощущение немножечко такого на эти оправдания своих действий водитель мерседеса подтвердил что он выехал на полосу встречного движения ну что явно он виноват по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 коры идет разбирательство еще раз подчеркиваю ни в чем не обвиняют ксению собчак я лично просто констатировал факт что в отъезд вот срочный вылез в москву но был не совсем правильный потерять порядка там десяти тысяч рублей оплата билет на самолет я думаю не такая страшная потеря для ксении собчак она за сама неоднократно подчеркиваю то у нее достаточно много средств ну достаточно богатый человек и вот остаться там съездить больницу тогда когда случилась авария проявить человечность а потом улететь это было бы гораздо правильнее хотя и сейчас то что она делает но это тоже правильно если она действительно готова помочь всем пострадавшим и проявляет участие в их судьбе но это тоже надо отметить как правильное действие значит она переживает это положительный момент во всей этой истории на мой взгляд пишите что вы думаете по этому поводу мне интересно почитать ваше мнение до новых встреч друзья видео